4 мая глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын, главы города и Ильинского сельского поселения поздравили с Днём Победы, поддержали материально и вручили памятные подарки участникам Великой Отечественной войны. В настоящее время в городе и районе их осталось совсем немного, всего 7 человек. Это вот вам символ Победы и вот такой скромный подарочек вам тоже еще. Николай Иванович, спасибо вам за Победу, огромное спасибо. Тут еще чуть-чуть немножко денежек, еще с наступающим праздником. Я думаю, в этом году праздник как никогда очень важен, да? Это такой день, очень... Такая обстановка сейчас, да. Надо сам помнить, как говорится, наших, ну я бы сказал, героев. Пример вот этот, да? А мы уж, вот нам повезло дожить и рассказать вам правду. Мы Валентина Алексеевича поздравляем, передайте привет, это наша гордость, вот ему это символ. И такой скромный еще подарочек. Вам тоже здоровья и спасибо, что вы такой прекрасный человек, потому что за родителями это самое дорогое, когда... Это папа может. Вот, видите, вы вообще молодцы. Спасибо. Александр Васильевич, мы вас поздравляем с праздником Великой Победы. Вот, к сожалению, конечно, с каждым годом тех людей, которые своими глазами видел, какой ценой досталась победа, все остается меньше и меньше. Нужно рассказывать детям, что такое война, что такое смерть, что такое победа, какой ценой досталась, что сейчас происходит. Символ Победы, да, в Газике. Спасибо. И это тоже вам скромный подарочек, тоже вам. Спасибо большое вам, что вы есть, что вы живы, спасибо за победу. Александр Николаевич, мы вас пришли поздравить с праздником. Спасибо. Да, с 9 мая. Сказать вам большое спасибо, что вы у нас есть, потому что вы те люди, которые очень видели, что такое война, какой ценой победа досталась. Поэтому вам здоровья, счастья. Спасибо большое вам, спасибо за победу. Очень рада, что вы живы, здоровы. Вам здоровья. Спасибо, у меня когда бывает, понятно. Конечно, всю вашу семью с победой, с праздничной темой. Да, молодцы. Мы ждем за победу, за свою газету, о них доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь поменит нас с тобой. Среди вас есть участник Великой Отечественной войны. Это Василий Гаврилович. Я помню, мы когда с ветеранами разговаривали, нам говорили, вот, Толя Геннадьевич, вот весна, цветут яблони. Мы вот только смотрим любовь, а рядом взрывы, а рядом гибнут друзья. Вот это мы должны понимать, потому что сила нашего государства, во-первых, еще раз говорю, в истории. И вот наше молодое поколение как никогда должно знать, благодаря кому мы сегодня живем, благодаря кому мы сегодня любуемся природой, улыбаемся яркому солнцу. Вот это, наверное, самое главное. Вам низкий поклон, дай Бог вам крепкого здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Конечно, от всей души, от всего сердца хочу поздравить всех с наступающим праздником, с праздником Великой Победы. Ведь нет в нашей стране семьи, которая не коснулась бы война. И мы бережно передаем, сохраняем память о событиях тех лет. И вот как Анатолий Геннадьевич, как действительно с каждым годом все меньше и меньше. И наша с вами задача сохранить, помним, потому что мы живы, пока мы помним. Я же четыре же раненые, это уже все удивляется, что я живу. Вот, значит, Бога не нагневили, понимаете? Значит, правильный путь жизненный на этой земле ведь не ведете. А сколько вам лет? 97. Ох, ох. Мы вас поздравляем. Самое главное вам здоровья, самое главное семейное благополучие, самое главное, чтобы вы рассказывали детям, всем, потому что вы как никто видели, что такое война и какой ценой победа досталась. С днем победы, вам здоровья, счастья, всего хорошего. А вы и хотите у нас дом ветеранов? Буглич. Ну, пока нет. А чего же так? А мне не плохо. Молодец, молодец, умница. Ну, к вам соц. работник ходит? Да, да, да. Все нормально, помогает? Да. Жалоб нет? Ну, пока нет. Пока нет. Если что, скажите Сажу, нажалуйтесь, чтобы все нормально было. Ну, мы вас еще раз поздравляем. Ну, спасибо. Да. Вас с праздником. С чего начинается родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовни, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина, с чего начинается родина. С чего начинается родина. С чего начинается родина любителям, смешно светил с клятвы, с discomfort. Продолжение следует...